Про себя шепчу Я тебя люблю Едем, едем, едем Вот Костя нас везет Едем мы Забыла ведь куда едем-то? В Белев Белевский район На первую площадь Как я уже сказала, там у меня Катя живет Которую я показывала в своих видео Старых, из Монтаны Катя моя подружка была Монтановская и она потом Уехала из Америки Сказала, что я там несчастна И в общем-то теперь счастлива Она москвичка, но она сейчас живет под Тулой У нее там конный спорт Конный клуб И в общем-то гостиница Для туристов Мы туда едем посмотреть, отдохнуть И В общем-то отдыхаем сегодня Потому что сегодня мы Спали с Винсентом до 10 до пол 11 Винсент принял ванну Он лежал Ванны у нас вообще в России Я вот только сейчас заметила Что я тогда не знала другого Они у нас хоть и узкие Но они у нас глубокие То есть ты в ней лежишь И тебя полностью покрывает вода То в Америке они как тазики То есть если у тебя недостаточно широкая ванна А узкая, но еще и короткая То есть ты лежишь как кузничек в ней Торчит все и коленки и локти И семья Вот Поэтому он-то у меня и завтрак нам приготовил Еще и в ванной полежал И мы едем в общем-то довольны и счастливы У Кости такая машина огромная Посмотрите У него, я не знаю, на сколько это сиденье-то получается Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь Семь мест Вот это Mercedes GL называется Вот такой вот у нас Mercedes У нас Mercedes Ну, на два дня у нас Семь мест Семь мест Как ты чувствуешь? О, очень хорошо Ты очень хорошо? Закройте все Да, закройте Так, что ты думаешь о наших дорогах? Они не так плохо Я думал, что они были гораздо плохими Как ты мне говорила Он говорит, что не такие плохие дороги, как я ожидал Потому что мне это объясняли Wait, wait, когда ты идешь в Рыбинск Да, wait Да? Костя, в Рыбинске плохие? В Рыбинске, кстати, нормально Серьезно? Уже построили хорошо Потому что мне Саша все время говорил Ой, у нас дороги, дороги Честно говоря, я когда езжу в Рыбинске Я по трассам в основном еду Ага Ну, дороги нормальные Ну, да Это же Белев А я работала дояркой в Белево Да, да Вот Белев это, как сказать Такой небольшой город Районный Раньше, до советского времени В революционной России Это был крупный уездный центр Угу Там жили купцы и всякие Там такие были, знаешь, богатые люди А сейчас он стал такой небольшой город А ты ведь давно живешь в Туле? Вот ты из Рыбинске уехал когда? 20 лет 20 лет назад ты из Рыбинска у нас уехал? Да, я уехал в 97-м году Боже Серьезно? 20 лет Сам недавно посчитал 20 лет? Тебе уже кажется, что ты в Рыбинске Ой, в Туле больше жил, чем в Рыбинске Да, я в Рыбинске жил 10 лет Ну, да, да И то, считай, в мелком возрасте С 7 лет до 17 Да И с 17 до 37 Жил в Туле 20 лет Да, да Обалдеть Вообще, время летит Да, время летит, конечно Ну, вот это сижу я Сижу на заднем сиденье Смотрю по сторонам Туда-сюда Вообще на заднем сиденье Очень люблю сидеть Все видно И удобно Если что, и прилечь Можно Полежать Передо мной даже телевизор есть Если мне захотелось Я могу телевизор смотреть Я не знаю Тут какие-то программы Или тут диски Что тут, Кость? Диски Диски Так что мультики захочу Могу включить Но погоди Вот, видите Вот это экран телевизора Можно что-то включить Какие-то клипы Или что вы там хотите И можете сидеть Ехать и смотреть Винсент только что увидит На дороге Форд Фьюжн Который абсолютно До неузнаваемости Изменил в России Потому что у меня Форд Фьюжн Был седан Абсолютно был другой То здесь он сделан SUV Или как говорят здесь Джипом Да? Слушай, сейчас Это называется Универсал Универсал Вот Ну да, типа суп Ну SUV у нас есть Может, спортивный Универсальный Вехикол Да Посмотрите, сколько У нас Земли Винсент едет Говорит А lot of country Yeah Lots of land Красота Very nice Baby Yeah Very nice Винсент балдеет В Москве ему хватило Там много народу Очень было висимо Но сейчас такой прям Приход Вы знаете Отдых у нас На самом деле Такая расслабуха И конечно Виль шикарный И Кремль хорошо Но и природа Это шикарно Ой Я с этой палкой наеду То в одну сторону То в одну сторону Вы знаете Сижу в машине И просто любуюсь Я любуюсь Вот этим всем великолепием Зеленым Винсент тоже Смотрит на поля На луга И говорит Боже Как красиво На самом деле Вид он Настолько другой Настолько Для меня он сейчас Экзотический Потому что я Десять лет Смотрела на пальмы И вот это Для меня Экзотика Это очень красиво Это очень Писфул То есть Трафика Вообще Сейчас никакого Нет движения То есть Мало очень Машин И вот мы едем И просто Знаете Такая тишина Мы сейчас Проезжали город Очень старый Как город Назывался? Адоев Адоев Он был Построен Или там Создан В 13 веке В 1380 Вот Винсент Тоже Очень удивился Как вы говорите О том Таун Очень старый Какая Венюшка Мост закрыт Мост закрыт Позвонить Кате Узнать Как доехать Не Мы через Белев Поеду Я думал По объездной Вокруг Белева А навигатор Дает А там Написано Мост закрыт Понятно Ну мы проедем Через Белев Так Едем дальше Встречать Катю Катюка уже Мне звонила Говорит Я тебя жду Вернее Я и позвонила Она говорит Я жду вас Мы остановились На газозаправке So Винсент You see a lot Country Big country Lots of farmland It's like Crazy How do you like it? I like it Reminds me of California A lot Говорит Как будто в Калифорнии Похоже Говорит Yeah With all the farmland And the hills Everything neat, right? Huh? Everything neat What do you mean neat? Like Making beautiful Oh yeah It's like Big farmland Yeah Yeah It's cool So Are you going to Horse riding? I'm going to try I'm going to see If my legs will let me Okay Because getting on a horse Your legs go like this You've got to be careful Because the hips aren't Говорю больше накататься На лошади Не знаю дадут ли нам Я уже спрашиваю Сама не знаю Yeah The hips aren't What they used to be That's for sure But we'll give it Some A try Приключения Винсента в России I'm going to call My movie Adventure In Adventures Of America In Russia Okay Say that again Adventures Of America In Russia Russia Okay That's correct Yeah That's better Okay Say that again I'm like Bob Marley Like a little Like a little Here we go To the city Balev Vincent Looking to the right To the left And I say Here we can say We're going to the right To the right Because Moscow It's such a wonderful But it's not everywhere It's not everywhere In Russia And now It's like A little A little A little A little Рыбинский вид Город Белев Очень старый Город тоже Много Вообще Много Живут в России Таких домов Которые Отреставрировать Надо Они же Представляют Какой-то Я не знаю Памятники Что они Что они Представляют Из себя В Рыбинске Живут Тоже Полно Таких Отреставрирований Какая Красота Исторические Памятники Даже не знаю Сколько населения В этом городе Но наверное Небольшой Лишь 50 Наверное Это максимум И так Мы находимся На ферме Нашадей У Кати Внутри Пока я снимать Не буду Сейчас мы с ней На улице И вот я снимаю Я спускаюсь По лестнице Здесь у них Тут все Я не знаю В эту сторону Сейчас я вам покажу Как я сегодня Себя назвала Вон собачки Видите Мы как бы В деревне В Тульской Находимся Смотрите на меня Сейчас покажу Вот смотрите на меня Я ватник Вот что значит Ватник Это когда на тебе Вот такая вот Телогрейка Вот только В этом случае Я понимаю Слово ватник А корова Ой не корова А собака Ест мою Ест мою руку Кольца смеется Так что вот Идем гулять Я по моему Приобретаю Вид Ой как она Прямо мне руку Лежит Идем к лошадям Катя Ведь не показалось Я Катя С яблоком ведет Вот она Катя наша Ничем не изменилась Только тем Что у нее Теперь двое детей А когда вы видели Последний раз У нее не было детей А сейчас у нее Двое И будет третий Такая у нас Катя Героиня Где мама Мать Героиня Виде такие лошади Красивые Катя Ты почему молчишь Я говорю А ты ничего не говоришь Это же твой канал Породы разные Или все Да нет Они разных пород Вот это вот Тракенинский жеребец Какой это жеребец Катя Лужик Лужик Ну как вот порода бывает Типа вот это породец Это более Скачут Скачут Каковы лошади Они смотрят Ровных английских И на арабах Вот Здесь есть два араба Они там стоят Вот У нас чистых Английских Чистокровных Нету Коней Но есть Вот у нас В основном Тракенинские жеребцы Вот терец Серенький И валяется Вот терец Тоже белый Так Вот это вот терец А вот этот Тракенинский жеребец Да Давай подойдем Я очень хочу Подойти Там видите Вот у них сруб Они еще что-то там строят Вот там Это вы строите Да Сруб Да Так Идем Тут крапива Крапивы я тоже не видела Давно У нас не бывает крапивы Вот Такая лошадка Смотрите Что ж мне не дала Чтоб я ей угостила Ой, извините Конечно У меня такие мягкие носики Да Они тебя уже знают Да Конечно А этот-то какой красивый Посмотрите Ой Ой, как мои пальцы Ему особо не собрал А что, он может откусить? Нет, ну они что? Да, зубы Знаешь, все, у кого есть зубы Они могут откусить Это моя конфета Все понятно Все, ты получил ям А почему ты ничего нам не дала Чтоб мы их угостили? Наташа Твой прокол Ну потому что у нас нет такого Что мы выдаем Гостям всем Но мы же не гости Лакомства Чтоб они кормили наших лошадей Кто хочет кормить наших лошадей Привозит все сам Да? Да Посмотрите, какая красивая Красивый жеребец У них вообще нету У них нет девочек Лошадей У них только мальчик и кони Подожди, ватник-то сниму О, пошла, пошла, пошел Уже все она, говорю Потому что лошадь привык Сейчас Как его зовут? Серый Байсар Байсар Он то есть слышит, да, свое имя? Байсар Ну как он тебе? А сколько им лет? Ну, вот Ружу, например, 7 лет Байсик 5 Это считается молодым? Молодым Он вообще молодым Малым Ну я так думаю, что тысяча от сорока Ну понятно И дальше миллионы всякие Знаешь? Ну да, да, да Породистые жить Породистые Ведь тоже все породистые Но они такие Любят пушки Винцентравку, видите, щиплет Винцентравку, видите, щиплет Винцентравку, видите, щиплет А почему он не может достать, да? Да, он не может достать А крапиву, допустим, они могут есть? Какие хорошенькие носики Посмотрите, у них сейчас здесь и кот есть рыжий Как из мультика прям Костя, он тебя полюбил Как его зовут? Петя Петя Кот Петя Кот Петя Конь Бойсар Как этот называется? Ружик Ружик У вас имена, где вы берете имена такие? Нет, ну вот это заводской конь У него была колякуха Это, к примеру, он научит дочку свою ездить на машине Ну, самое то, кстати, учиться по клеверному полю ездить Если он едет, то там хоть подойдет Это гости такие, да? Ну да, туристы Кот Петя Кот Петя Он как он тебя полюбил, Костя Он всех любит Хорошее животное, ласковое А Винсент, Винсент, у меня всю траву сейчас выщиплет для лошадей Ну, очень хорошо Посмотри, как он старается А они обе хотят Ой, ой, Петя, Петя Винсент, be fair to both of them, please А как ты знакома с Костей, Наташа? Костя это родной брат Наташи Который ко мне приезжает все время из Рыбинска Они оба из Рыбинска Я их знаю, Костю я знаю с 7 лет А как Костя оказался в Туле? Ой, Костя родители жили в Туле 20 лет назад приехал Потом он приехал к родителям, так и остался Родители уже в Рыбинске остались Винсент, они любят тебя Винсент, они любят тебя Винсент опять начинает кормить Винсент кормит лошадей у нас Так как они часто едят сено Они очень скучают по зеленой траве И вот Винсент там оторвал немножко травы И они сейчас за Винсентом бегут Кот Петя Я думаю, что он уже знает их Он уже знает их Он знает их Он знает их? Он уже знает их Они любят тебя Они любят тебя Они любят меня, потому что я вижу их Да Они любят тебя Ой, ой, ой Моя мама едет Ой, мамочка едет Да, да, да Мама Нина едет Это вот мама Катина Ох, она говорит по-английски Она говорит с английским акцентом Винсент сразу говорит У вас английский акцент Она говорит Да А что, вы в Англии жили, да? Нет, у меня я родилась Не родилась, я воспитывалась в английской семье А, все понятно, да Ну, я же это Наташа Что же ты понимаешь Я же говорю по-английски Рассказываю Да Я просто рассказываю вам об этом Так что Наташа тоже должен понимать Нет, но я переведу к моим подписчикам Ахахаха Я могу рассказать ему эту историю В русском Ахахаха 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 Да 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 Краска Да, да, да. Да, да, да. Он не любит. Я его питала. Он не любит. Катя, я купила... Я видела, цветки. Цветочки и пикал-тоначо. Твоя мама английская. Молодец. Больше не твои. Да. Больше не Винсест. Да, да, да. Когда ты говоришь, что ты был в английском? Где нет канала? Это Катин отель. И они живут где, не понимают, где есть. Там еще есть маленький. Есть баня у них. А это кто едет? Дети. Потому что там еще одна машина ехала. Все понятно. Папа привез детей у них. Коля и Варя. Там вот лошади у них. Семьдесят четыре гектара земли. Да. В их... В их... Скажи. Семьдесят четыре... Семьдесят четыре гектара. Гектара земли в их распоряжении? Собственности. Собственности. В их собственности. Видите, мама привезла огурцов, помидор соленых. Да. А вот мальчишка едет. Коля и Варя. Вот они чистые москвичи. Но вот они балдеют. Вот они живут как. Это в такой вот местности. Чистый воздух. Вы на ужин останетесь, Наташа? Вы на ужин останетесь? Наверное, нет. На ужин нет. Ну, тогда надо как-то это самое... Соленого огурчика и помидорчика. Да. Да. И это для... Это самое... Коля, привет! А это кто? Не знаю. Сама не знает кто. Но я тебя знаю. Ты у меня нет? Я у вас нет. Ой, ну вот. Коля. Николай. Николас. 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 Ты говоришь по-английски? Ты говоришь по-английски? Так. Он может понять, что происходит в книге. Это очень. А Варенька на кого похожа? А кто на кого похож, Катя? Ну, пока не могу разговаривать. Так. Привет! Привет! Привет, Варенька! Привет! 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 Мы такие оба руки свьем. Да. Привет! Ты откуда приехала? Наташа моя подружка. Откуда тебя привезли? Из детского сада. Тебе там нравится? Да. А Коля надоел уже. Кто? Коля надоел, хочет в школу. Ой, а ты? Люблю в детском саду. А в школу не хочешь? Нет. Почему? Потому что там много уроков. Ой, да наоборот уроки-то это фан. Фан. Весело. Не весело. Нет, уже знаешь, что не весело. Сложно. Сложно. А ты умеешь уже считать и писать? Да, немножко. Смотри, у тебя джинсы рваные, как у меня. Мы модные с тобой. Смотри, у тебя и у меня джинсы рваные. Нет. Ты знала, что это модно? Нет. Ты что? Это во всех самых дорогих магазинах такие джинсы продают. Да. Ты что думала, так просто, что ли, мама тут джинсы купила? Я вон тоже, видишь, какие? С дырками. С дырками? Не с дырками. Ты любишь модничать? Нет? Не знаю, где Кирюха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Наверное, в домике. Ха-ха-ха. Побежали. Побежали к мальчику, да. Ну что, пойдемте с Руб посмотрим. Да, я... Смотрите, Винсент и мама. Домой. А? Я сумки домой отнесу. Хорошо, хорошо. Винсент и мама, вот видите, идут, говорят. Мама вообще говорит по... ну, как англичанка. А мы идем вот с Костей, с дружком, с моим. Ха-ха-ха. Вот это вот у них домик для туристов, где туристы у них останавливаются. У них здесь все свое, то есть и кухня, и какие-то души, и ванны. Вот это туристы, которые приехали, и дочку он научит на машине водить. Здравствуйте. И это вот Катин муж строит еще одно здание. Один еще дом. А это тоже их вот там? А это слева тоже их? Нет. Это соседи. А, это соседи. Снейблз. 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 Ага. Профессор химии. Это очень хороший доктор. Ты не такой строишь? Это сруб. Так, заходим мы в этот сруб. Еще, конечно, здесь все это неживое, но вот муж строит сам все. Один. Один все строит. Нина, он строит один это все сам? Сам, сам. Ну, с помощниками, потому что он не может один поймать не надо. Но все-таки с помощником. А там что за? Видите за окна у нас? А там уже какой-то пруд. 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 Это как живая. О, здесь. С красивым видом. Здесь есть много. Это для нас. Просто для посыпания. А это будет, вы знаете, лаком. И это прекрасный вид. Кто там за видом? Ну, как я зайду. Иди зайду уже, ладно. На вид, посмотрю. Пойдем. Так, вот это вот вид из окна. А это что, типа порча что ли? Это как порч? Нет, это как китчен. А, китчен. А, китчен. Китчен, просто китчен. Угу. Это кухня. Здесь будет такая. И вот с видом, вот такое все стекло здесь и с видом на лес. А сколько, а сколько примерно займет времени по постройке? Что вот он прогнозирует? Что вот он прогнозирует? Ага. Если ты хочешь, чтобы Бог смеяться, скажи ему о твоих плановах. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Муж говорит, что со следующей осенью въедем. И мама говорит, ну, наверное, Господь будет смеяться, если ты такой план скажешь. Костя мне надо умеет говорить, всем будет интересно спросить. Да? Итак, у нас такое маленькое вот интервью с Катей, потому что у меня было очень много вопросов, когда я рассказала всем, что Катя уехала из Америки в Москву, а потом из Москвы она как бы переехала в такой вот деревенский стиль. Можно его назвать деревенским стилем? Ну, конечно. Вот. Кать, расскажи нам. Вот всем же интересно, потому что, я не знаю, очень многие хвалят Америку. Говорят, в Америке так хорошо, так хорошо. А вот моя подружка Катя... Мне все равно четыре года. Да, четыре года она там жила. Короче говоря, и решила все-таки уехать, говорит, несчастлива я в Америке. Скажи нам. Ну, во-первых, Наташа, потому что, когда я разошлась со своим мужем, то средств к существованию у меня особо не было. То есть, это надо было бы устраивать такую борьбу. Знаешь, устраиваться работать сначала, там быстро хорошую работу не найдешь. А жить надо где-то сразу. А денег-то не было. А как ты ведь работала где-то? Соответственно, что у меня там оставалось? Там тысяча долларов? Угу. Вот. Что на это тысяча долларов я могла? А, то есть, ты уехала, потому что ты не могла дальше жить? Ну, когда я могла бы сказать, Наташа, вот можно я приеду к тебе? Да, и устроилась бы работать в Коламбусе где-нибудь там. Да, там бы не устроилась. Не устроилась бы. Ну, а ты мне скажи, ну ты не хотела, значит, уезжать из Америки? Ты уехала только потому что? Почему? Я приняла для себя это решение. И подумала, что здесь у меня в Америке никого нет. Угу. Вот что я такая брошенка. Ну, куда я сейчас пойду кому на шею садиться? Конечно, я найду себе работу какую-то, буду переворачивать гамбургеры в конце концов. Ну. Понимаешь? Не проблема. Ок. Но я решила, что я гораздо лучше со своими двумя высшими образованиями устроюсь в Москве. Так. Потому что, чтобы хорошо с такими образованиями устроиться в Америке, надо было ехать куда-нибудь в DC, да, в Вашингтон, или в Нью-Йорк, где у меня вообще никого не было. А ты скажи нам, что ты заканчивала-то? Ну, я закончила сначала МГУ. Вот там была общая такая программа с University of Colorado. Угу. Вот. А потом я заканчивала в Париже и в Лондоне университет маномагистра. Угу. Вот международных отношений. Ну и вот куда мне в Монтане это было с этим? Да, в Монтане было некуда с этим. Не куда? Поэтому, так как у меня не было денег на момент, вот, а с работой, как бы, я решила, что там что-то приличное я могу себе найти только в большом городе, где мне просто не мало... ну, мне бы хватило там на переезд туда, да? А уже там снять квартиру, комнату. Ну, я еще не очень предприимчива. Ну, врачи все такие немножко, знаешь, ну, ленивые. Ленивые, да. Не умеют устраиваться. Угу. Вот. Бэтмен решил, что я поеду обратно к родителям под крыло. Так, ты приехал. Мне там есть где жить. Они так громко говорят. Ну, пойдем и пойдем. А они за нами идут, они тоже не понимают, и они идут и идут за нами, ну. Ну, иду себе в Москве, работаю уж точно. В Москве тогда был экономический бум. Так. Зарплаты были большие. Ну, что, собственно, случилось. Я прекрасно нашла сюда. А кем ты стала работать? Мамза! Тебя Рома зовет. И кем ты стала работать в Москве сразу? А кем я стала работать. Вот мама меня устроила в компании. Она была такая британско-российская компания. Называлась Интермарк. Угу. Они занимались тем, ну, часть компании, что перевозили иностранцев для больших корпораций в Россию. То есть, например, какая-нибудь Проктором Ембо компания привозит своего топ-менеджера и нанимает вот компанию Интермарк для того, чтобы та нашла ему квартиру, школу для детей, устроила бы кружки для его жены, куда бы она ходила, поинтересно свозила бы их по всем магазинам, чтобы они купили себе в дом обстановку. Так. Вот этим я и занималась. Потом я стала там… То есть, платили тебе очень там хорошо? Хорошо. Очень. Потом я стала там директором этого департамента. Так. А потом я проработав там 3-4 года ушла работать в Берлиц, тоже директором по развитию бизнеса. И очень хорошо там зарабатывала. Очень хорошо, Наташа. Я купила себе отличную иномарку. Угу. Угу. Вот. Как ты познакомилась с этим мужем? Как у вас… Вот как ты переехала из Москвы вот сюда? Слушай, ну с этим мужем я познакомилась у нас в этой деревне, в соседине, там через реку. Всегда был домик. А этот муж, мой нынешний, у него тоже через реку была своя каниферма. И я к нему приезжала ездить на лошадях. И сначала я 3 года просто приезжала. Ну а потом вот у нас случилась с ним любовь. И вот так вот вместе. Да. И он сказал, что в принципе он своей жизни в Москве не видит. Угу. Причем он музыкант у нее муж. И что он хочет, чтобы мы жили здесь, продолжали здесь жить. Потому что здесь он все знает. Здесь у него вот сельхоз, поля. А поехала бы в Америку жить сейчас? Вот это только в Америку. Вот это все только в Америку. Но мой муж бы не захотел никогда в жизни. Вот арабский жеребец Василий. Арабский жеребец Василий. Покажу сейчас. Только вот она расскажет еще. Не знаю. Ну сейчас ты как-то мне скажи. Вот если я тебе задам такой простой вопрос. Катя, ты счастлива? Ну без этого слова. Конечно. Это самое главное. Конечно. Когда твоя душа на месте и ты ни о чем не жалеешь. Ну. Еще и мама здесь. Иногда бывает. Летом проводит она здесь. А мама учит детей английскому языку? Нет. Ну да. Ну да, кстати. Немножечко подучиваешь. Да. Чуть-чуть есть. Ну вот. Катя жила раньше на Кутузовском проспекте. То есть. Ты там родилась, да? Нет. Родилась я на Плющихе. На Плющихе. Как в фильме. Что еще задать Косте? Какие у тебя вопросы? Катя? Какие у тебя вопросы? Катя? Ой, Костя меня первый раз в жизни видит какие-нибудь вопросы. Ну что все равно интересно же ему, ну. Да. Тебя многие первый раз будут видеть. Ну вообще дело непределанное. Ей нужно вот так с утра встать. Она встает с утра. Она значит там подготавливает комнаты. Ей нужно подготовить, как что-то покушать для гостей Потому что гости к ней приезжают У нее все включено И обязательно сейчас под видео Увидите ссылку сайта Сайт вот этого места Где мы сейчас Для туристов Те, кто любит лошадей, те, кто любит кататься на них Добро пожаловать Катя вас приютит, как говорится Примет Вот мы только не успели войти в дом Нас супом уже накормили И чаем, и кофе, и с конфетами Молоко местное И местное молоко Так что вот Кому интересно, что в Москве, в Туле живут Воздух здесь шикарный И даже Конь Василий, представляете? Конь-то красивый Арабский жеребец Ну-ка я сейчас покажу А вот он, пожалуйста Да А вот жеребец Василий Арабский жеребец Очень красивый С челочкой Видите какой А там-то А это-то А что за жеребец Такой черный? Это Трохенинский жеребец Боже, какие у него длинные ноги Нет, ну вот у этого вообще Он там стоит, как жираф просто Наташа, а сейчас в Рюбинске Вчера показывали Да, я слышала Сейчас посмотрим Пройдем Сейчас там Выкачаем воду им Винсент все умеет Все Винсент починит Я думаю, что вы приезжаете В Рюбинске Вы приезжаете Вы приезжаете В Гургске В Гургске Да Даже в их плохой дороге Да Нет Так что Это Ясаул Ясаул На Васю мы тебя не посадим Ну ладно На Васю я посмотрела А что там в Азарикам Ака Такая же, как у вас Нет, здесь Ака разведена Ну конечно Конечно Ничего себе Даже не так Ну мы здесь проезжаем несколько Жиздро Калуге мы едем Упань И Упань И Упань мы едем в Москву Здесь получается Ака начинается что ли как-то Варле Она же вот когда есть Штула Москва Вот я знаю, да Она широкая же Да, да Здесь такая помельчая Да, здесь такая ворель А вот еще какой-то здесь мост строится Он открыт или закрыт Если ехать в Белев Не через Север Да, через Володьков закрыт Правильно мы поедем Да Нам показалось, что мост закрыт С челкой Посмотри-ка, какой красивый Как его зовут? Сполох Сполох А он у тебя строптивый или тоже человеческий? Нет, он вполне себе человеческий Сполох Иди сюда Как он застеснялся, что ли Ну, он там себе стоит Вот такой Чистенько у него А кто чистит все вот под ним? А это все ваши, да, личные? Да, все личные Нет, у них работает парень Хамза его зовут Вот там есть у нас один белый мерин Он у нас живет за деньги Я потому что знаю Как это живет за деньги? Постой Подтулы такие есть тоже Люди по ним сдают своих Они их взять Ну что ж ты прям не выйдешь-то Ну Дай на тебя посмотреть Такой прям с челочкой Какой хорошенький Он вообще очень красивый А мы ему сейчас травы дойдем Вот как вылезем Да Спол, на На Иди сюда Катя ему дает травы Иди сюда Вот там Он пошел Он пошел Как дети Вот конфетку дай Как красивый Он Варенька С косичку Мама заплетает ей Варенька Кормит Дети вот так вот с рождения Уже приучены к лошадям Наверное будут наездниками Такими Профессиональными А кто заплетает косичку ей? Я Мать Мать Я думала У тебя косичек не было Думала У кого Меешь косички Потом ждать Я был в Лас-Вегас Но я был без Винсента Так что Каждый год я был без Винсента Я говорю Я не был Я хочу ходить с ним Каждый год Но Моя большая мечта Была Браться его в Америку В Россию В Россию В Россию Это чудесно Он чудесно Он так Он так Он так Он так Я еще не в ГУЛАГ Нет 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 Вы просто Манувер 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 Продолжение следует... Манувер Ранили Манувер Манувер Катя, как часто вы чистите их? По надобности. То есть не каждый день? Нет. Если на них никто не собирается ездить, мы их не чистим. Зачем животных мучить? То есть им это неприятно? Ну нет, ну конечно, может и приятно, но чистить каждый день. А у нас хозяйство средний. У нас хозяйство хорошее по нефхайду. По нефхайду. По погоде. Он напоминает меня от известного рейс-кар-драйвера, английского рейс-кар-драйвера, мистер Фрост. Ты знаешь, Jack Frost, мистер Фрост? Нет. Он известный британский рейс-кар-драйвер в 60-х. Потому что на солнце? Потому что на траве. Варя бегает везде, да? Вы не боитесь, что она куда-то забежит? Не должна, но трава уничтожит. Ну что, Гетман, спасибо тебе за поездку. Видите, какой он меня покатал. Наверное, мучился он, скажет. Что там за такая сидит на мне, ничего не умеет. Ни траву, ни поесть, ни погулять. Какие красивые лошадки. Вот Виндзен разговаривает с Катиной мужем. Катин муж тоже совершенно знает английский. Они тут вообще такая же семья. Русско-английская. Все знают английский. В совершенстве причем. Что дашь? Получается. Ну. Девочка будет сейчас учиться. Девочка поедет гулять в поля. Она, наверное, умеет уже. Да, она такая девочка. Что-то деда красивая. Да, она сама красивая, деда красивая. Да, лошадь у нее красивая. То есть она уже сама все это может, да? Вот. И вот эта девочка сама тоже все может. Ну да. Вот посмотреть бы, как он быстрый. Он это вес вес. Ой, там обе девочки. Папа там фотография. Так, не давать, не давать сближаться. Не давать. Почему? Потому что это жеребцы, Наташа. Они могут подраться. Ну вот я и спрашиваю, почему. Гетман за Ромой. Толстый за Гетманом. Не давать жрать. Не давать. Поднять голову. Видите, как учат. Поднять голову. Девочки, пошли. А как красиво-то пошли. Пойдем посмотрим баньку их. Ну у вас там, а как вы, прям русская баня, да? Русская баня, да. С парилкой. С парилкой, конечно. Не по черному, случайно? А что это такое? Что значит по черному? Не по черному? На углях, что ли, как-то? На дровах. Не, по черному это костер горит. Очаг есть внутри. И дым выходит в помещение. И там получается, что когда все прогорает, вот этот дым весь такой, все дым в дыму, потом этим пахнет таким дымом. А что это такое за маленький домик? Домик на дереве для детей. Да что ты? Домик на дереве для детей. Они там сидят, играют, да? А это вот мальчик-турист. А вот это баня? Да, это баня. Здесь были туристы, а они жарились в Пути. Они тоже здесь жили? Нет, они парились, да. А есть какая-то речка, куда из Сопорейки можно в речку, нет? Нет. Не к сожалению, нет. В Пути на дереве надо лежать. А у вас на сайте расписано вообще, что, почем там? Конечно. Да, у них там видео сцены. Ну там в Фейсбуке, да? Нет, там именно на сайте. Да, сайт-то получил. Смотри, какой обрызг здесь. А это что такое? Да, просто овраг. Никакой не озеро? Ничего вообще, просто овраг. А что за дерево это? Это дикая яблоня. Яблоня. Так. Смотри, ну здесь нету света как бы. Ну ничего, все это видно. Вот. Видно. Здесь... Ой, так пахнет вкусно, да? Да, смотри, вот и дети. Покажи. Вот видишь, вот эта парилка. Она небольшая, буквально там, на четверых. Вот, с печкой, с камнями. Тут свет не включается. Нет, нет, здесь не включается свет. Ну да, вот так покажи. Вот фонарик. Вот она горячая бывает так. Да, вот здесь печка. Но она не сухая. Ну если ты, подожди, помочи камни, будет мокрое. Обычная Харви печка. Просто если ты не льешь воду, то ты труднее потеешь, но потеешь уже по-настоящему. Ну да, хочешь сделать себе сауну, хочешь пить. Да, да, да. Вот это помоечная. То есть здесь ты обливаешься холодной водой. Вот так. Вот сюда вот есть канистры холодная вода. Шапочки там у нее есть. Шапочки, да, веники есть. А здесь типа комната отдыха. Здесь, короче, движуха идет. Ну, кто хочет двигается, кто хочет сидит отдыхает. Вот чайку поберет. Да, да, да. Классно. Ну они напарятся, и если холодно, так на улицу выйдут и посидят. Снегом здесь обтирают. Точно-точно снегом можно обтираться. Здесь можно улететь вниз зимой туда. Покатиться, да? Сразу за гордость. Ой, а как крапива-то пахнет. Боже, я крапиву-то у нас нет крапивы. У вас нет крапивы? Нет крапивы. Нет. Не хочется ее трогать. Ты знаешь, что прям пахнет этой крапивы так вкусно? Нет, не хочу, я помню. Супа крапива. Ты готовишь? Я ни разу не пробовала вообще. Я пробовал их 30 назад. Я никогда не пробовала. Молодой крапива, да, очень хороший суп. Связаный. Ну, наверное, как вот из... Не щавеля похож, как щавеля? Ну, он кисленький тоже, да, но другой вкус, да, крапива. Щавель ты должна знать. Ну, щавель я, конечно, знаю. Я и щавеля не ела, но я дома делаю из... Как... Винсент, what name of all the green stuff I always put to fish everywhere? Child. No. Хейл. Шпинат. Шпинат. Я со шпинатом все, я супы делаю. Очень нравится мне. Спинат. Да, может, это похоже даже. На этой сезоне, я не очень знаю. Да. А ты, да, ты, да, сама часто здесь в бане-то? Милый, ну я люблю баню. Да, ну мы, конечно, себе очень редко. А дети любят баню? Да. Да? Да. А это что? Туалет для хамзы. Почему именно для хамзы? Потому что хамза ходит в туалет на улице. Там нельзя? Там нету туалета. Ага. А, ну мыться он к нам наверху. Подожди, а вот если он... Я сажаю все. Так, это огород Катя здесь сажает. Картошка у меня своя. Что ты сажаешь? Картошку. Картошку сажаю. А вот капусту посадила. Лук. А клубнику? Да, да, да. А клубнику? Нет, Наташа, клубнику я не сажаю. Так. Редиску. Редиску надо посадить. Морковку. Обязательно. Укроп. Да, укроп. Петрушку. Всю зелень. Спина. Трухолу. Помидоры. Помидоры. Помидоры будут еще рано. А помидоры разве не в парнике? Нет, не в парнике. Нет, не в парнике. А пойдемте в дом, пожалуйста. Про себя шепчу. М-м-м-м. Я тебя люблю. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова